Даже еще свет есть. Отлично. В этой городской московской жизни главное выполнить свои обязательства и успеть вовремя. Так. Еще дождик пошел. Добрый вечер. Добрый вечер. Так. Вот, Татьяна, добрый вечер. Одобряю. Сейчас будет, наверное, одна из моих таких любимых, теплых, родных тем. Я очень сама рада этому эфиру. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Буду сегодня черепашкой тортилы, вечер уже глазки садятся. Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Благодарю. Пока люди собираются, скажу лично от себя, что для меня тема, которую мы сегодня в эфире озвучили – травничество. Ну и, собственно, ваша тема на нашем курсе «Ревумен» – это вообще раскрыть саму суть силы трав и силы энергии природы, которые есть и которые мы можем пользоваться, применять. Это для меня такое родное, такое теплое и, к сожалению, немножечко забытое, потому что это все было в детстве, в юности органикой, да, а потом оно чуть-чуть подрастерялось. И если сейчас я это применяю травой в домашней аптечке, то вот такого чутья, такой сонастройки, которой было раньше, уже нет. Но зато появляются такие учителя, как вы, и я надеюсь, мы это будем потихонечку возвращать. Всем добрый вечер, друзья! Я представлю всем, кто не знает, нашу прекрасную Татьяну Чуйкину, спикер курса «Ревумен», которой я очень-очень рада, потому что это настоящий истинный такой поток знаний, которым себя человек посвятил. По-настоящему Татьяна Травница, Татьяна Путешественница, даже шаманский практик, переехали вместе с семьей из Москвы жить в лес, создали свою эко-ферму «Лисичкин Хоторок». Теперь ведут домашний бизнес из, я так понимаю, здоровой еды, да, из домашней здоровой еды. Более того, вводят экскурсии по лесу, практики травничества и трансформационные практики. Татьяна обучалась и посвящалась традицию от носителей этой традиции в разных частях света. Я когда прочитала, я, конечно, покорена была. И, понятно, Сибирь, Тува, Алтай, Бурятия, но при этом еще Мексика, Перу, Австралия, Великобритания. Татьяна, когда вы успели объехать весь мир, не только с путешествием, но и именно с передачей знаний. Это же надо, ну, посвятить время этому. Приветствую вас, еще раз благодарю за то, что вы с нами в команде. Очень этому рада. Да, Александра, спасибо большое за такое щедрое представление. На самом деле, я прям очень рада присоединиться к команде ReWomen в качестве спикера, потому что все, что вот сейчас я делаю, вообще все-таки у этого есть некоторая такая мета-задача. И она связана с тем, что я считаю, что живая природа – это бесконечный источник энергии, вдохновения, который, собственно, нам дан по праву рождения. Но из-за того, что в чем-то нам там, в каких-то наших делах удобнее собираться в большие сообщества, жить в городах, да, природа требует отдельного внимания, она требует отдельного такого настройки и так далее. И современный человек, ну, просто в силу вот всех этих своих обстоятельств в жизни, он вот эту прямую настройку он потерял на самом деле. И даже женщины, которые, ну, каждая женщина по своей природе, она травняться. Вот те женщины, которые приходят в мои круги для того, чтобы там, да, вместе практиковать, получать знания, принести это все в свою семью и так далее, они все себя вспоминают когда-то, да, там, через свой род, через бабушек, прабабушек и так далее, как травнец. Ну, и по-другому тоже вспоминают. То есть такое ощущение, что вот эта практика, она живет в нашем теле, она живет в нашей душе. Ну, просто вот она как бы немножко, как бы, помутнела, что ли, да, ушла на другой план. Ну, я думаю, это абсолютно так и есть, потому что знания, которые передавались веками, тысячелетиями, с поколения в поколение, они все-таки в нашей ДНК прошиты гораздо с большей основательностью, чем те 150 максимум лет современной медицины, которая, ну, так или иначе их замутнила и спрятала, да, дав нам фармацевтику. А до этого же никогда это не было. Люди прекрасно справлялись, поддерживая свое здоровье. Да, может быть, они не могли себя вытащить из какой-то кризисной, уже сложившейся проблемы, но в том-то и дело, что травничество и природные возможности таковы, что ты можешь себя поддерживать до того момента, как наступает вот эта вот уже критическая ситуация. То есть мы опять возвращаемся к вопросу поддержания себя в здоровом состоянии, поддержания себя в жизненном, ресурсном, энергетически наполненном состоянии. Возможно ли это даже с учетом того, что сейчас, ну, по крайней мере, не в дикой природе, а вот уже подмосковные, вот вы в Ярославской области живете, да, поля, но они же во многом оскуднели, обеднели, ну, так же, как отчасти, наверное, ну, много же полевых трав, не только же лесные, да, рыбные пользы. Или все-таки палитра все еще доступна? Ну, вот смотрите, здесь природа, конечно, дает нам поводы восхищения и удивления постоянно, потому что лекарственными растениями являются, в принципе, все растения. Точно так же, как, в общем-то, и все грибы, да, другое дело, что грибы такие, они посложнее для восприятия их. Вот, но... То есть, на самом деле, человеку для поддержания своего здоровья, для поддержания здоровья своей семьи не нужно знать 100 трав. Вот даже 100 не нужно. Вот, достаточно, на самом деле, трех десятков примерно основных трав, потому что травы русской земли, они достаточно сильные, и они достаточно такие полифункциональные. То есть, если мы возьмем, например, ну, какую-нибудь нам знакомую, например, крапиву, да, у которой, безусловно, есть ограничения в том, что она загущает кровь, но это единственное ее ограничение, то есть ее нельзя есть килограммами, да, но, с другой стороны, она источник практически всех витаминов, особенно вот сейчас весенняя крапивка, которая первой начнет появляться, она, ну, просто, да, это энергетическое золото для, например, тех же зеленых коктейлей. То есть, вообще больше не надо. Вот крапива, лимончик, может быть, немножко мороженых ягод, просто чтобы был вкус побогаче, вода чистая, и вот, пожалуйста, детокс, да, там 14 дней по утрам начинать с такого, как бы, да, с такого коктейля, ну, если нет проблем со свертываемостью крови повышенной, да, вот здесь один такой момент, нюанс, вот, но, в принципе, то есть, если нормальное в этом плане состояние крови и сосудов, то вот он самый лучший детокс вообще, который можно представить. Это одновременно витаминизация, одновременно минерализация всего организма, и одновременно крапива будет выводить очень мягко, очищать кишечник, будет каких-то паразитов, которые живут именно в кишечнике, они, к сожалению, все равно там почти у всех как-то гнездятся периодически. Вот крапива начала работать с организмом. Крапивы везде много, на любой плодородной почве много крапивы, да, да, в наших лесах сейчас как бы травостав это называется, ну, то есть, вот эта экосистема травы, она, конечно, стала беднее, но нам и не нужны редкие растения, то есть, нам на самом деле нужна крапива, нам нужен тысячелистник, нам нужен зверобой, подорожник, березовые листья, березовый сок, да, ну, и так далее, то есть, в принципе, все, что мы можем найти, там, сныть, та же самая, да, то есть, то, что мы можем найти у себя в огороде, на даче, как сорняки. Вот, поэтому вот такая вот доступная, в общем, эта история. У меня сейчас перекликается, так, у меня просто сегодня уже был один эфир, но там у нас был про чувственность женщины, да, про ее, там, не важно, сексуальность, аргазмичность, но вопрос в чувственности именно. И, собственно, разговор был о том, что если мы вот эту связь, этот контакт со своей природой, со своими чувствами налаживаем, то мы получаем открытый путь практически ко всем жизненным сферам, потому что мы чувствуем, мы чувствуем, что хотим, мы чувствуем, где ложь, где правда, мы чувствуем, куда идти, что делать, как реагировать, что выбирать. Так, сейчас у нас тема травничества, но в то же время про энергию растений вообще, как с ней можно взаимодействовать, это же практически то же самое, только уже в макро степени, потому что если мы налаживаем вот этот контакт с природной силой, с природным чувством, с природной энергией, то мы получаем ещё колоссальную вот эту подпитку, которая может нас и эмоционально, и психологически, и физически, и, собственно, наверное, даже как-то интуитивно направлять, потому что иногда, если ты уже в контакте с природой, с деревьями, с растениями, с их звуками, с их запахами, с их, собственно, импульсами, ты уже можешь даже от них почувствовать действительно веренную у тебя путь или нет. У тебя отзыв пойдёт, отклик от сердца. То есть мы говорим не только про физическую составляющую той силы, которую даёт нам природа, но и вообще про её некую такую глобальную макрозадачу, как материнскую, которую может она вести нас по жизни. Так ли это? Вот с вашей позиции опыта, насколько вот этот контакт с природой раскрасил жизнь совершенно новыми возможностями и красками? Ну, Александра, вот то, что вот сейчас прозвучало, это реально прям очень важно, потому что как это было издревле, да, когда травничества не было ещё фитотерапии, такой несчастной наукой на задворках медицины, да, и не было ощущения, что как в советское время, что травы собирают только бабули-пенсионерки, потому что у них нет денег на лекарства дорогие и импортные. На самом деле травничество, это же была всегда такая категория, с одной стороны, через которую лечились, а с другой стороны, это была категория тайного знания, потому что там всегда присутствовало ощущение, что человек меняется, занимаясь, казалось бы, такими простыми вещами, да, он на самом деле внутренне меняется. У меня вот сейчас в конце апреля, наконец, выходит книга, она выходит в издательстве Эксмо, она называется «Оживай мой путь к источнику силы». Да, собственно, почему сейчас про неё вспомнила, потому что последовательно меня изменило травничество. Вот эти вот практики взаимодействия с живой природой, что они натворили в моей жизни. Хотя я на самом деле вовсе не настаиваю, что всем надо жить в лесу, это вообще такая, как-то сказать, ну, я считаю, что способов жизни может быть много, но я сама зашла в травничество как в источник энергии, то есть я туда не зашла не потому, что мне там хотелось замену аспирину, да, нет, я на самом деле искала какую-то настоящую практику, которая сделает меня живой, ну, потому что в тот момент, да, когда я начинала практиковать, я работала там в большом бизнесе, но, вообще, это была другая история, но тем не менее, вот, и постепенно, шаг за шагом, соприкасаясь именно с носительницами живого знания, которые мне говорили там, хватит думать, сядь попой на землю, ну, да, вот там, где можно сидеть, безусловно, потому что, да, такая есть формула в практиках с любовью, уважением и благодарностью, где любовь не равно уважению, ну, то есть, конечно, мы, когда собираем травы, мы должны их знать, отличать, ну, и там, не знаю, в конце концов, одеть правильную одежду, чтобы на нас кто-нибудь не заполз, вот, но, тем не менее, вот, когда ты начинаешь чувствовать, ты, правда, начинаешь чувствовать, а что тебе в жизни, куда тебе дальше двигаться, где, да, где для тебя больше правды, что тебя, например, разрушает, несмотря на то, что это, как бы, в социуме, это, казалось бы, прекрасно, да, то есть, постепенно женщина начинает в этом развиваться реально, и причем вот здесь практикой может быть не только сбор трав как таковых, да, но это может быть приготовление чего-то из сухих трав дома, тех же чаев, когда вот это приготовление с использованием трав становится, ну, то, что называется пищесилы, да, когда вот, как бы, не нужно прям лечить, можно давать энергию просто вот через, как бы, использование трав повседневной, да, вот где-то мы там использовали как специи, где-то мы чаек своим близким заварили или подружкам, да, где-то мы, там, у кого-то животик заболел, мы вот ромашечку заварили там вместе, например, там, ну, если там на ночь, например, там, не знаю, там, с той же лавандой, да, и мы смотрим, как мир вокруг вот наполняется этим живым, наполняется ароматами, и сама женщина меняется, вот так это работает. Это магия такая, но которая лишь называется магией, а на самом деле это давно забытый контакт, контакт, который был. И вот то, с чего я начинала эфир, это, собственно, те чувства и тот опыт, который я проживала в детстве, когда мы уходили в лес и могли лесу выплеснуть все свои обиды, все свои какие-то вот там мама с папой что-нибудь не разрешили, или в мальчик, которого ты влюблен, не знаю, обяка-кулебяка. И вот ты ходишь с лесом, ну, у меня, по крайней мере, было с ним такое очень плотное общение, я все свои эмоции туда отдавала, а он меня как по кровам накрывал и напитывал. И вот никогда не было такого, что сейчас происходит интоксикация эмоциями, когда они у тебя внутри, полностью взаимодействуя с природой, с деревьями. А ну, с деревьями, это же вообще отдельная тема, это же отдельная практика по взаимодействию с деревьями, о том, как они забирают болезни, о том, как они насыщают тебя особенными клетками, которые равняются иммунитету человека, иммуноглобулин повышается, как они дают тебе, ну, там, про эти тонкие вещи, силу рода, если ты идешь в практику через корни, да, прорастаешь, как можно раскрыть в себя свой потенциал, используя вот эту же силу прораста. Это бесконечный путь познания, и мне вот очень интересно, как у вас так получилось, что в разных частях света вы получили разную передачу именно знаний. Везде же есть, наверное, ну, своя вот эта тысячелетняя линия, которая передается заветом, да, от человека к человеку, она же не идентичная, она же везде со своими, ну, подтекстами истории, главное, той местности там произрастают свои деревья, своя природная особенность, да, какая-то. Как это вообще, это же очень интересно, это же вы вкусили несколько жизней в одну голову. Ну, я подозреваю, что для меня вот эти путешествия были и сейчас есть, это про вспоминания на самом деле, собственно, поэтому, ну, так получается у меня и не только у меня на самом деле в эти системы встраиваться, потому что, ну, это как будто ты вспоминаешь язык, на котором всегда говорил. И прямо это приходит такими пакетами, конструктами такими. Вот. А вообще это очень интересно, что, ну, почему, собственно, шаманизм, да, шаманские практики и травничество, чем они вообще связаны? Дело в том, что в традиционных культурах, где, как правило, это шаманские культуры, травничество всегда способно, как бы было частью вот этих способов восславлять окружающий мир. Вот. И, то есть, как бы отделить вообще вот эти практики от травничества почти нереально. То есть, там растения так или иначе присутствуют везде. Вот. Потому что там постоянно вот эти вот энергетические чистки при помощи окуриваний, да, различные, различные приглашения в работу каких-то духов, деревьев, трав и так далее. Ну, не каких-то, а тех, с которыми связаны люди, живущие на определенной земле. То есть, для них это социальное пространство. Так они, собственно, общаются с творцом, так они общаются с живой землей. Ну, это называется обычно во всех культурах землец, да. Мать-матерей земля и отец-отцов неба. Вот. И получается, что да, ну, действительно, я много где побывала, потому что, ну, я прям фанатично, я бы сказала, ну, в таком довольно хорошем смысле этого слова, фанатично искала, что вот эти куски пазла. Да. То есть, мне это было, я на это тратила все свободное время, какие-то все возможные ресурсы, которые у меня оставались там от работы, от семьи и так далее. И получается, что, что хотел сказать, что достаточно давно во многих уголках мира именно в традиционных племенах стала приходить как бы традиционным практикам, такая стала приходить история, что они должны передавать знания, причем именно, ну, условно, скажем, белым людям. Вот. А надо сказать, что ведь белые люди в традиционные такие культуры не всегда, точнее, всегда приносили какую-нибудь проблему. спорную вещь, да. Да. И поэтому нельзя сказать, что все там прям так нам рады. Ну, то есть, конечно, там, наверное, рады возможности заработать деньги, да, вот это, ну, как бы это примеряет, но, как бы, открывает действительно какие-то знания, связанные, которые для людей ценность представляют абсолютную. никто бы не стал, если бы не пошло вот это такое большое движение, что современный человек, а особенно, на самом деле, современная женщина, вот, как бы, тоже такой есть аспект, просто долго про это говорить, на самом деле, у нас больше влияния на то, какие процессы вообще идут в целом. и поэтому вот это знание, оно начало приходить на новом уровне и в том числе традиционные культуры стали им делиться, вот, каждый, ну, чем есть, вот, и сейчас вот это вот всё, что связано с взаимодействием живой природы, как бы проживает новый этап, то есть, это знание, оно как бы рождается, открывается на новом уровне, ну, как многие, на самом деле, и другие знания, то есть, это такое интегральное травничество, я бы сказала, потому что оно уже перестало быть только про тело, оно ещё и про дух очень сильно. Татьяна, у меня сейчас мурашки, потому что идёт такой синтез глубокий процессов общемировых таких, нет, даже не общемировых, а общекосмических, и переход в новую эру, и то, что сейчас происходит именно та самая интеграция, объединение всего, потому что, ну, мы не пророки, мы можем лишь смотреть, какие вехи нам чертят, что может быть, но тем не менее, то, что всё идёт к некому объединению, указывают и великие учителя, когда раньше там те же самые некие буддистские учения от Далай-Лама передавались единицам, да, это ещё 30 лет назад, он передавал это лично избранным ученикам, там, десяткам, да, допустим, а может даже вот по пальцам руки пересчитать, то теперь трансляция там той же самой кала-чакры идёт на миллионы людей, то есть Дай-Ла-Лама сидит, идёт 3 миллиона людей, мы там лично были, сидели в этой миллионной толпе, плюс онлайн и идёт массовое распространение, понятно, что большая часть не возьмёт ничего, но те, кому суждено, возьмут? И в этом смысл, когда сейчас все такие лидирующие духовные учителя стали посылать своих учеников на Запад, чтобы нести знания Востока, философию каких-то учений глубинную, уже нету вот этого разделения, тут одна традиция, тут другая традиция, идёт вот та самая интеграция, чтобы люди новой эры росли на серьёзном базовом фундаменте истины, а истина, она у всех одна, и тут главное уже кто как услышит, и кто чем услышит, кто-то услышит на одном языке, кто-то на другом языке, неважно, главное, что услышит, также, видимо, уже и в таких вот направлениях, которые, ну, они тематические, да, вот мы берём сейчас травмничество, ну, и чуть-чуть расширяем его до взаимодействия с природой вообще, традиций очень много, они на всех частях света, на всех концах света свои, но слышащий да услышит и возьмёт эту упаковку, да, свою, знание, и перенесёт дальше, и человек новой эры, он будет уже в контакте с природой и с собой, и благодаря этим знаниям тоже. Единственный вопрос, который у меня вот сейчас из этого исходит, а есть ли такое, ну, какое-то такое убеждение или понимание, что, например, на вот этом часовом поясе, на этой земле, живя вот в этом, ну, как бы в этом менталитете и в этом духе, да, этой страны, всё-таки тебе нужно взаимодействовать с теми культурными элементами, которые тут произрастают, ну, например, мы можем лечиться нашими травами, или мы можем взять травы мексиканские и лечиться, сидя в нашем ярославском лесу, мексиканскими травами, или всё-таки есть вот эта градация, что на той земле, которой ты сидишь, её силу лучше и использовать. Ну, на самом деле, Александра, конечно, всё, что нам нужно, оно растёт рядом с нами. Так задумано. Например, есть такое понятие зимнее травничество, да, о нём мало кто знает, но тем не менее, то есть зимой мы можем пойти в лес и собрать ель. Шишечки. Собрать. Да, ну, шишечки можем собрать просто для красоты, и творчества, а вот еловую хвою, можжевеловую хвою, сосновую хвою мы можем собрать и готовить себе витаминные коктейли. Да, или чаи. И для всей семьи. И это будет прекрасной профилактикой на самом деле для всех вот там заболеваний, которые нас часто подстерегают в холодный период. И ели сосна, они растут у нас здесь, а в Мексике они не растут. И для нашего холодного климата именно вот такое растение, как ель, ведь ель, её иголочки покрыты, ну, неким аналогом воска, ну, это действительно восковая такая штука, да, которая позволяет не замерзать иголком, а внутри такой тип антифриза, вот, ну, такой природный антифриз. и поэтому, когда мы, например, делаем зелёные коктейли с ёлкой, именно зимой в еле примерно там на 30-35% витамина С больше, чем в летней, например, еле. Так вот, когда мы делаем, например, такие коктейли, мы запускаем все обменные процессы в организме, и это вот аналог там химического аспирина, да, то есть у нас начинается движение, хотя зима, застой, нехватка витаминов, вот, у нас всё растёт, вот, ну, и так, то есть это бесконечно можно количество примеров приводить, просто другое дело, что когда мы едем в традиционные культуры, где этому знанию тысячи лет, где оно передаётся, не прерываясь, и где люди с придыханием об этом говорят, они подводят и говорят, вот мое родовое дерево, вот, ты можешь к нему прикоснуться, почувствуй, это там мой дедушка, или это моя бабушка, ну, в зависимости от того, какое там дерево, да, почувствуй, вот здесь корни, то есть мы потом приезжаем и начинаем смотреть себе под ноги совершенно по-другому, да, то есть мы начинаем как бы то, что здесь есть вокруг нас, восстанавливать и видеть на другом уровне, потому что нужно пережить вот это соединение с культурой ценности, это надо сказать ощущение такое да, нам же весь мир как бы ну, многие не весь мир но очень большое количество нам завидует нашей природе, потому что у нас 4 сезона у нас у нас все и в том да, это 4 сезона травничества в том числе и мы можем собирать очень разные вещи за эти 4 сезона, то есть на самом деле у нас условия вообще потрясающие для этих практик, далеко не везде они есть, там, например, на любимом мной горячо там острове Бали, как, наверное, там для многих тоже красивейший лес, красивейшая природа, гораздо более бедные условия для травничества, например, чем у нас, хотя казалось бы, да, вот, так что, в общем, я думаю, что знакомиться надо со всеми травами и со всеми традициями, но при этом приходить сюда в реальную жизнь и приносить вот это вот ощущение сюда, и тогда все будет складываться. Я хотела сразу тогда про наши сейчас ели, елки и вот то, что прямо сейчас можно использовать, пока еще холодный сезон все-таки продолжается у нас, есть ли такая пометка, что лучше вот эти елочки все-таки съездить за город и взять, чем в Москве они, наверное, напитаны не самыми приятными веществами из окружающей среды, и если, допустим, мы съездили за город и из леса привезли ту же хвою, а как ее хранить тогда? Ну, чтобы, например, не каждый же день за город за елочкой ездить. Ну вот можно в лес переселиться. Только за, только за, да. Я когда-нибудь надеюсь, что вверху тот же подвиг, что сделала и ваша семья. Это такая ступенька. Ну, на самом деле, у этого есть масса таких как бы закулисных вещей, да, которые не всегда такие, как мы этого представляем, вот, поэтому, на самом деле, конечно, нужно научиться хранить травы, вот, чтобы они были в доступе. Но если говорить про хвою, ее совершенно спокойно можно замораживать. это потому, что вот у нее как раз такие антифризные иголки, и как бы за сезон зимний ель многократно подвергается замораживанию, размораживанию, и ей как бы нормально. Вот, это если говорить про хвою. А если говорить вообще про травы, то их нужно просто собирать в сезон и сушить в подвешенном состоянии при хорошем проветривании при температуре до 40 градусов. Потому что при высокотемпературной сушке, ну, вот, иногда женщина, кто хочет точно сохранить и, ну, не очень в курсе, например, в духовке начинают травы сушить, вот это вот недопустимо, потому что травы очень нежные, субстанции, они теряют большинство полезных веществ при нагревании свыше 40 градусов. Вот, но тем не менее, зато пучок травы можно повесить где-нибудь просто в тенечке и он высохнет, и потом убрать его в герметичную банку стеклянную. Обычно для личного пользования много трав не нужно. А дело в том, что трава, которую мы сами собрали, например, сами посушили, если мы это еще сделали с намерением, например, на то, чтобы там быть здоровыми, красивыми, энергетически поддержать себя и близких, то эти травы, они, конечно, совсем другие, нежели то, что мы купим в аптеке. Вот, в аптеке вообще такая, это отдельная тема, там такие странные субстанции попадаются. Вот, ну, в общем, вот так, то есть это доступнее, чем кажется на самом деле. Это, получается, к вопросу о том, что все в этой жизни можно превратить в красивую мистерию, в красивый ритуал, и можно пойти в тот же лес или в тот же поле, надеть праздничную одежду, потому что ты идешь навстречу с Матерью Землей, навстречу с ее дарами, с любовью, можно принести ей какие-то дары, что-то ей рассыпать, поклониться, помолиться, можно собирать травы с этой молитвой, можно вот идти с этой любовью и, собственно, эту же любовь впитывать, собирать в виде уже плодов, которые дает земля тебе. И сушить можно с намерением, да, определенным, и получается, ты уже превращаешь вот то, что вот вы говорили, немножечко опошлили, чуть-чуть снизили в общем сознание людей, что травничество это какие-то либо сумасшедшие, либо полунищие бабки, у которых нет денег на аптечный мир. То есть превратить вот это вот такое искаженное понятие в очень красивую часть своей жизни, которая тебе дает колоссальный ресурс, ну и, собственно, здоровье, другое качество этой жизни. Это же просто выбор, вот и все. И я так понимаю, что у себя вот на Лисичкинхуторок, на ферме, экскурсии вы и вот эти ритуалы, это все затрагивается, да, все эти моменты у вас там происходят. Да, то направление травничества, которым, ну, я, собственно, занимаюсь, оно, так его и можно назвать, там, духовное травничество, шаманское травничество, сакральное травничество, ну, просто потому что, как бы сбор промышленный трав мне самой по себе просто неинтересен, потому что, да, на самом деле в результате я собираю достаточно много трав, грибов, много видов, у нас там в доме целая комната, на самом деле, под хранение вот этой всей прекрасной истории, но все равно, когда это все делается правильно, руками, с ощущением, оно вообще по-другому работает, и в этом смысл. На самом деле, каждый раз, собирая травы, я еще чувствую, как я начинаю больше видеть, как вот идет внутреннее развитие. Это очень интересно, потому что, ну, казалось бы, а что там такое? Ну, вот тысячелистник, ну, хорошо, рано заживляющее, ну, там, да, там растение, которое используется от многих болезней. Ну, что о нем можно узнать, когда ты его собираешь? Но вот когда ты начинаешь его собирать, вдруг открывается вообще удивительное такое потоковое состояние, и я теперь понимаю, что я имела в виду одна из женщин, у которых я училась, она, собственно, была монастырской травницей известной, она говорила, что травы говорили мне. Да, да, да. Вот, она собирала травы именем святых, и травы ей говорили о своих свойствах. Ну, то есть это не значит, что она вообще про них ничего не знала, она вот собирала все подряд, и они ей, значит, говорили, возьми меня человеческим голосом. Нет, она на самом деле была совершенно рациональная, очень хорошо проявленная в социуме женщина, но вот я только через какое-то время начала как бы примерно чувствовать, что, видимо, чувствовала она, то есть я поняла, как вот это, что значит травы заговорили. Это когда вот ты начинаешь через это развиваться, ты начинаешь слышать травы, начинаешь слышать землю, деревья и так далее. Какой-то у нас, ну, то есть это другой орган чувств, не тот, это не глаза, это не слух, это не ощущение, это какое-то вот восприятие, да, вот этот самый контакт происходит, когда ты на волне чувства, когда ты открыт, у тебя происходит контакт с растением, и ты раньше читала, например, в учебнике, что это там рано заживляющее и точка, да, а тут ты вдруг чувствуешь, ой, нет, я обязательно использую его там, не знаю, от ушной боли, или там, не знаю, температуру ребёнком облегчить отвар, протереть там лобик, обувь, кстати, да, и вдруг пробуете, и правда, да, то есть это оно распаковывается, это же всё лежит, инфополе, оно же везде, оно доступно, и просто оно тебе открывается, потому что ты выходишь уже на эту чистоту, ты уже поднялась до этой чистоты, правильно же, получается, это путь, это развитие, это просто путь развития, утоншение, чувствование, это такая красота, я вот недавно прочитала книгу и спектакль, собственно, посмотрела Лавр, это про нашего, знаете, да, это даму, про нашего, как он назывался, лекаря, травника, святого, вот я хотела как раз опять про это искажение, насколько раньше их почитали на Руси, за святых считали, и какую широчайшую палитру заболеваний целили эти люди, вплоть до чумы, вплоть до вот этих страшных эпидемий, которые там так или иначе как-то там назывались, не хочу углубляться в эту тему, с помощью трав, да, и есть серьезные исторические примеры, как это все получалось, это есть в летописях, это отражено в архивных документах, эти люди существовали, вот, и то, что вот мы сейчас приходим, потихонечку возвращаемся к этому, да, оно понятно, что у людей первая посылка идет с точки зрения здоровья, но это так работает нормальный человеческий ум, сначала мы идем спасти, да, в какой-то момент спасти себя от чего-то, вот там надо, не знаю, головная боль, животик болит, температура, еще что-то, вот, ну и хорошо, пусть начнется с малого, пусть начнется с такого доступного физического плана, и люди почувствуют эффект, и поняв, что действительно можно поддерживать свое здоровье с помощью природных средств, без интоксикации себя химическими препаратами, поддерживать свой баланс, свою чистоту, да, свой нормально работающий иммунитет, можно уже перейти на ступеньку дальше, да, идти уже в какой-то, вот как вы говорите, духовное взаимодействие, духовное травничество, или там практику с деревьями, медитация и так далее, есть ли какие-то такие бонусы, ну, можно ли сейчас наших слушателей побаловать и просто сказать бонусами какие-то простейшие такие вещи, ну, вот, например, болит голова, что попить, какой отварчик, ну, такой, здесь, здесь и сейчас, у нас, ну, я, Александр, здесь оговорюсь, что, ну, у меня периодически, естественно, люди там спрашивают про травы, там, травы при онкологии, например, да, там, какой-то большой, острой степени, да, онкологической, ну, серьезной такой ситуации, там, не знаю, вот, недавно там женщина спрашивала, как вылечить туберкулез травами, вот такой был, ну, просто вот запрос, да, еще что-то, вот, я в таких случаях прям активно отказываюсь давать советы, не потому, что травы, тут надо нам не знать, тут надо эту комбинацию знать, что происходит у человека внутри, правильно я понимаю? И это тоже, и еще, что если процесс острый, и он уже идет, то просто травы, вот, как бы, да, особенно непонятно, кем собраны, как собраны, и так далее, они могут просто, ну, человек может потерять время драгоценное, то есть, мне кажется важным, важным, что современная медицина все-таки, она тоже, как бы, достаточно серьезный прогресс у нее прошел, и лечить острые состояния действительно стоит какими-то комбинированными методами, и если необходим какой-то препарат, то нужно идти к врачу, которому доверяешь, и смотреть на то, что он говорит про это, вот, но вот все, что касается профилактики и терапии, это травы, это травы, это грибы, это вот, ну, действительно, просто в природе же вообще нету такого явления, как за секунды какое-то изменение, природа эволюционна, и поэтому травы это эволюция тела, травы это вообще, ну, растение, такая бесконечно любящая форма жизни, которая вообще, если так задуматься, то это чистая любовь, потому что травы в этом мире постоянно жертвуют своим телом, ну, потому что их все едят, да, то есть едят, строят из них жилье, то есть они в любом случае будут съедены, и как бы они вполне себе это позволяют, то есть это такая форма жизни, которая вот так дает свою любовь в такой форме, и, ну, это вообще так, философски это интересно на самом деле, что вот такая есть форма жизни. Ну, род служения. Да. И получается, что в таком случае как бы травы как раз вот этой любовью насыщают наш организм постепенно, помогая ему прийти в свою гармоничную форму, поэтому мне всегда важно вот как-то доносить вот эту мысль, что травами не надо лечиться, травы надо включать в повседневность, ими надо питаться, их, на их основе нужно делать какие-то косметические препараты, то есть с ними надо взаимодействовать так, чтобы их было в достаточном количестве в повседневной жизни, и тогда лекарства могут вообще не понадобиться. Я очень благодарна пояснению, абсолютно с этим согласна, потому что всё должно быть разумно и без перегибов. Это не когда ты спрыгиваешь с операционного стола и говоришь, нет, стоп, подожди, вынимайте свои инструменты, я пойду подорожник приложу. Нет, конечно, не об этом речь. Речь о том, чтобы в принципе себя держать в состоянии иммуноспособности себя регулировать. Так же, как и с уирведой с наукой, всё то же самое. Это не когда тебя надо откачивать уже вот этими дефиблираторами, ты используешь, вдруг там к руку мою голову посыпаешь, но используя эти знания, эти науки, ты можешь себя поддерживать в нормальном, хорошем тонусе и состоянии. В этом суть. Участок, к сожалению, гонения на эти науки происходят как раз потому, что люди из перегиба, когда идёт уже серьёзная патология, говорят, я сейчас тут грибы рейши попью и у меня всё пройдёт и у него не прошло. И потом говорят, всё, это лженаука, она человека загубила. Губит всех и всегда только неразумный подход и перегиб какой-то, вот это вот искажение в действиях. В этом смысле абсолютно согласна. Но есть же такое ещё понятие, как домашняя аптечка. Домашняя аптечка как раз на случай, когда пошёл какой-то характерный дисбаланс. Вот ты замёрз или вот у тебя голова заболела, или вот, не знаю, ребёнок там что-нибудь ударился, у него шишка там, не знаю, как рассосать лучше. Есть для этого там какие-то рассасывающие, компрессы можно делать с определёнными настоями, да. Есть те же касторки, чтобы себя в определённые дни почистить. Или ещё, может, какие-то травки, которые там желчегонные, не знаю, и слабище. То есть есть же домашняя аптечка, правильно? И она всегда так сподручно, удобно и для деток, и для взрослых, и для всех. Это знание как раз, которое точно можно передавать. Правильно я так понимаю? Конечно. И у нас есть такие, ну, есть такое вообще понятие фармакопея, то есть это основные травы, которые являются лекарствами на той или иной земле. Ну вот, например, есть там фармакопея РФ, да, то есть, ну, правда, у нас очень большая география, поэтому там фармакопейных трав огромное количество, потому что у нас, ну, там сравнить, не знаю, московский регион, например, и Крым, но у нас разные травы растут, так, на секундочку, вот. Ну, а где-нибудь там на Кольском полуострове или там где-нибудь, там, не знаю, на Дальнем Востоке. То есть у нас на самом деле очень большое в доступе большая география и много разных растений, но тем не менее усредненно, если возвращаться к вопросу, а какие вот травы прям такие вот, да, я бы очень рекомендовала сейчас вот в наше такое вот это весеннее, да, все равно такое время, когда дефицит витаминов, где-то накопился дефицит солнышка и так далее, я бы очень рекомендовала зверобой и вообще использовать его с утра для того, чтобы вот его замешивать в травяные чаи и так далее и вообще в течение дня. Почему зверобой? Он очень хорошо работает с иммунитетом человека и вообще с тонусом и адаптогенностью. Ну, а кроме того, как раз вот был когда-то даже такой препарат негрустин, не знаю, там, наверное, многие слышали про такую штуку, вот он как раз на базе зверобоя сделан, потому что вот это сочетание основных действующих элементов зверобоя это антидепрессант, причем естественный антидепрессант, который не то чтобы привносит что-то, избивает все настройки организма, нет, он помогает организму на самом деле вспомнить, как бы собрать энергию, вот его как бы поднять на поверхность, активизировать резервы организма, вот такое достаточно популярное растение, ну и лучше, конечно, собирать вот эти желтые цветочки самостоятельно или покупать там у каких-то людей, которые это делают там с толком с чувством расстановкой, вот, но можно неплохой зверобой в аптеке найти на самом деле, он не такое редкое растение, вот, от всего и для всего такая универсальная штука, это, конечно, аптечная ромашка, вот, потому что, ну, многие ее любят, но это и в случае, если мы что-то там не то съели, и как профилактика гастритов, и профилактика простудных заболеваний, ну, и, собственно, лечение при первых симптомах, ей очень хорошо и носоглотку промывать, потому что у ромашки еще, помимо всего прочего, кроме такого сильного, но мягкого обеззараживания, да, еще и обволакивающие свойства, соответственно, она душит, ой, не душит, а тушит, не душит она никого, вот, тушит такие всякие пожароострые явления, да, ну, и вот просто, когда мы, например, съели что-то острое, и наш желудок говорит, нет, дружище, на фоне твоего стресса, как бы, заканчивай с этим, вот, ну, то есть, ромашка, вот, тоже, по сути, такое растение, в котором много всего, если говорить про растение, которое можно использовать в салаты, это будет вкусно, это будет просто страшно полезно, вот, прям реально, особенно весной, это сныть, есть такой, вообще, сорняк, который проклинают все садоводы, потому что сныть у нее ползучие корни, она, если она поселилась где-нибудь на грядке, да, где-нибудь, она готова задушить любой газон, но вот молодые листья сныти, они же еще и вкусные, то есть, это такого, она, ну, по сути, сельдереевого вкуса, куда-то вот туда, вот такая солоновата, сельдереевая история, и это прекрасное такое вот растение, которое может нас лечить через еду. Здорово, я слышала даже, спасибо. Ну, и, в общем, мне надо вовремя остановиться, а то сейчас я, Александра, это полезно и интересно, я вот просто честно скажу, когда второго ребенка рожала, я использовала исключительно нутропатические советы и способы для этого действия, и мне моя акушерка прописывала отвары, ну, собственно, она там мне их сама колдовала, мы их заранее закупали, на каждую фазу родового процесса, на начало схваток, на уже там усиление, схваток, на раскрытие, на потуги, на послеродов, на через день, на через три, и там были всегда свои, прям, ну, у нее подписаны эти сборы, что, когда, и, ну, я честно скажу, это вот прям как по маслу, да, так можно сказать, и все легко проходит, и закрылось, и раскрылось, и кровотечение остановилось вовремя, то есть, ты как бы идешь вот с этой силой, с этой поддержкой, с этой настройкой трав, весь процесс, там, в течение недели ты вот раз проходишь, и после очищения там идет сокращение марки, все на травках, то есть, это был такой вот, ну, универсальная, видимо, тоже рецептура, как, когда, чего пропивать, поэтому, мне кажется, такие вот прописанные протоколы, да, как, в каких случаях, когда, что пить, они, конечно, очень полезны, и сподручны современным людям, которые, как мы уже обсудили, все-таки во многом оторваны, знания потеряли, а тут можно раз, так и открылось, при бронхите, при мокром кашле, при мокром кашле, да, там, при запоре у ребенка, там, ну, и вот такие вещи, я имею в виду, очень, конечно, они большое подспорье бы оказали. На курсе вы будете давать какую-то базовую вот такую рекомендательную аптечку нашим студенткам? Да, конечно, и, ну, мы постараемся поговорить, ну, не просто постараемся, а поговорим про разные формы, то есть, вот, например, я вижу сейчас в чате вопрос о том, что, а можно ли выращивать травы, и будут ли они иметь такую же силу, да, на самом деле, про это мы тоже, я думаю, поговорим о том, что на самом деле вот эта практика небольшого аптекарского огорода на окошке, она тоже очень, это тоже очень классная на самом деле практика именно, потому что многие травы можно вырастить дома, они соединяются с нашей энергией, они приходят как ответ на наши, как бы, внутренние желания, и просьбы, и вот, например, ту же сныть, про которую я уже сказала, вот прям можно посадить ее такой ящичек, и на самом деле она будет постоянно, вот там, ну, там же не нужно килограмм этих листьев, совсем не обязательно, можно вот по чуть-чуть добавлять, и это будет хорошо и правильно, потому что, ну, так уж, если строго говорить, то многие травы, они хороши и в гомеопатических дозах тоже, то есть, иногда нам вообще реально не нужен большой объем, мы можем вот просто, в принципе, немножко соединиться через траву, через ее тело, ее энергией, и нам уже полегчает существенно, так что, да, конечно, будем говорить о том, как вообще это можно организовать вот в своей жизни с условием того, что мы живем там, где живем, и нам нужны какие-то удобные вещи. Да, да, легко применимые, не которые надо достать, только если ты поедешь на какую-то гору и попросишь там какого-нибудь мудреца об этой травке, который только на определенную лунную ночь тебе дадут. Конечно, это чтобы было очень практично, абсолютно верно. Вот сейчас начинается весна, помимо амитаминоза и вот переходного периода, начинается студенческий загон такой, да, когда у всех экзамены, сессии и голова дымится по полной программе. А есть же травы, которые могут способствовать и улучшению координации, и улучшению памяти, или как раз наоборот расслабить, чтобы заснул наконец, отдохнул и подуспокоился, правильно? То есть получается, действительно, вот эти протоколы можно вообще на все случаи жизни прописать, ну вот такие именно, поддерживающие разные жизненные ситуации. Вот, я надеюсь, что девочки на Ревуман получат какую-то такую вот эту свою, с подручную пользу, может быть, даже мы соберем какой-то запрос, на какую именно тему будут вот эти протоколы максимально им запрошены. Посмотрим, да, потому что это, конечно, очень большой объем, чего можно дать, а надо все-таки что-то будет выброс, поконкретней. Татьяна, и вот у нас буквально немножечко времени осталось, я хотела еще уточнить, мы сейчас в основном говорили про то, что травы мы применяем вовнутрь, но ведь есть еще большая, наверное, отдельная такая наука, направление травничества для применения и работы с кожей, с телом, с лицом, с зубами, правильно же? Ну да, на самом деле, вот мне в этом году, там, через несколько месяцев исполняется 42 года, вот, и я, а к чему я это говорю, ну, потому что я на самом деле знаю, что я выгляжу несколько моложе, вот, и это как раз следствие во многом на самом деле как бы использования трав внутрь и наружу, потому что мне очень сложно даже с очень хорошей там аптечной косметикой промышленного производства, потому что очень специфическая кожа, и мне, как бы, это тоже был один из заходов вообще в изучение трав через то, что, а что делать, как бы, да, если ты не можешь пользоваться косметикой, но ты хочешь, как любая женщина, да, ну, хочется же подольше, как бы чувствовать вот такую вот красоту, молодость, хотя, ну, там, конечно, есть такой момент, что женщина красива во все возрастах, но тем не менее все мы хотим, чтобы наша кожа была эластичной, да, там, поменьше было всяких гусиных лапок и так далее, вот, и очень интересно, что, конечно, природа бесконечно щедра для того, чтобы, вот, нам помогать, ну, в том числе хорошо выглядеть, хотя, по идее, это вообще для нее, ну, это не самая, вообще, главная задача, но, тем не менее, это действительно очень много, и это и травы, и грибы, вот, и на самом деле здесь прям, ну, очень интересно, что лес, ну, это прям такая, вот, прям косметичка, заходи, бери, прикладывай, вот, на самом деле очень рекомендую, например, периодически делать прекрасные патчи из тех самых листиков подорожника, вот, да, вот, казалось бы, что может быть проще, но подорожник прекрасно снимает отек, и взаимодействие с, ну, даже с поверхностью кожи, без особого очищения и так далее, он вступает в глубокое взаимодействие с кожей и способствует омоложению, поэтому вот, как бы, физический совет. Да. приложить. Да, вот так вот. Отлично. Вот, у нас как раз эфир подходит к концу, я, наверное, просто от всей души еще раз выражу огромную благодарность и свою искреннюю радость за то, что у нас такие профессионалы, такие... что если вы не здесь,